Всем привет! Сегодня у нас необычная встреча, самая такая интересная галерея Киева, которую, наверное, вы еще никогда не видели. Художницей, которая специализируется на всех очках, которые только можно, на всех радужных красках, которые можно только себе представить, мы пойдем сейчас с ней общаться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это самый центр Киева, Львовская площадь, какое у меня прекрасно видно на крыше Киева. Да, очки это моя тема, все начиналось с того, что я начинала носить маленькие очки вот такого плана, как мой аксессуар в повседневной жизни. Мне хотелось видеть мир ярче. Это было замечено многими и оценено, и поэтому я решила, почему бы не создать коллекцию скульптур очков, в которых я могу отражать свой взгляд на мир. Мне хотелось создавать мир ярче, интереснее, здоровее, прекраснее, в общем, и в моих очках отражать разные темы общества. Я уже как художница. Давай. Я уже работаю как художница лет 10, но сначала я специализировалась на картинах, то есть я делала какие-то, писала картины, потом я перешла на инсталляции на арт-объекты, такие более большие, походу, допустим, космический трон, у меня было искусство, что движется вот велик такой. То есть я создала колеса толстые и показывала, что искусство должно быть везде, не только в галереях и музеях, а вот жить своей жизнью, в общем, и максимально это представляло по всему миру. Я также люблю, чтобы искусство распространялось на все сферы нашей жизни, поэтому я часто появляюсь в каких-то неожиданных местах, в неожиданном образе, делу арт-объекты. Да, я могу носить вот такие, вот, грудь, матушка-зина, вот, пожалуйста, что это у нас такое, вот у нас такая вот интересная, что у нас означает, да, я помню, как приходило где-то в 10 милей, мы здоровались. Да-да-да, это очень сейчас актуально, может, тем, приятно. Это как мир, то есть это наша земля, вселенная, и я показываю, что таким образом она призывает обратить на нее внимание через какие-то катастрофы, и она просит, чтобы люди задумались и были сознательными в своем отношении к ней. В общем, это больше на такую экологическую тему, скажем, и я меняла, кстати, экспозитики. Тут у меня сейчас руки, а еще у меня удочки торчали из-за этих грудей, то есть тема мирового океана, загрязнения с пластиком. То есть я ходила с удочками, и мне на выставке сказали, а почему у вас удочки торчают? Да, вообще, ну, это было в Нью-Йорке на армари-шоу, говорят, тут запрещено рыбу ловить. Я говорю, я не совсем рыбачка или как, ну, в общем, меня попросили снять удочки, потому что они мешали и привлекали слишком много внимания. То есть всегда цель твоя продвижь максимально эффективно. Да, ну, а это как бы в данном случае, это моя миссия к теме окружающей среды, чтобы люди через искусство могли как бы менять немного свое поведение, свое отношение к ней. К миру они, кстати, очень четко читали концепт, ко мне подходило. Много людей на ярмарке, они говорили, мы так четко понимаем месседж, который вы передаете своими работами. То есть не было таких непонимающих, ну, разве что, может быть, пара была смешных случаев, когда подошел какой-то мужчина и говорит, я что ли много выпил, или мне погажется, что это все происходит еще. Ну, да, и какие смешные истории тоже были. Сколько стран увидела твою любовь? Ой, я даже не считала, вообще, на самом деле, много стран в Европе, там, Франция, Монако, Италия. Также мои работы находятся во многих частных коллекциях по миру, то есть, там, в Англии, Испании, Италии, Франции, вот, в Украине, соответственно, в России, в общем, также в США, и где еще я выступлялась, в Канаде. Это интересная работа, потому что человек не в этот мир, мне вот это вот нравится. Да, это тема глобального потепления, то есть, она сделана как с юмором, с одной стороны, у нас тающие ледники, вот, они тают все, а с другой стороны, люди, которые реагируют на это потепление, таким образом, что у них носы сделаны как термоносы. И мы видим, что температуры зашкаливают, и вот их удивленные лица, то есть, говорят о том, что они в шоке от повышающихся температур. Удивленные лица, это очки, правильно? Ну, вот, рот, там, такой вот, прямо удивленный, то есть, ну, у меня все работы, в принципе, сделаны с юмором, я стараюсь говорить легко, но о серьезных темах, то есть, чтобы это было так вот. Я также делаю и шляпы из очков, которые тоже хотят купить на выставках, я помню, там шляпку оставила на полу, на арт-фейр прямо, и подошли коллекционеры, спросили, о, это, типа, писав арт, произведение искусства, и я говорю, да, мой, вот я ношу его сейчас, они такие, а купили двойные, ну, сейчас не продается, так что, в принципе, это тоже. Я хочу понимание, у нас культуры, которые здесь, да, это я делала, это твое любимое, или я любимое творение, на чем ты отдыхаешь, знаешь, как говорят, я очень люблю лепить, я получаю удовольствие, в процессе, да, работы с материалом, лепки, этот материал очень податный и удобный, он мне нравится, это называется полимоз, это материал будущего, так как это эко-пластик, он, в принципе, растворяется в окружающей среде, через какое-то время, то есть, у него человек глобализации, да, и задаю вопрос, насколько глобализация полезна для нас, да, насколько, или она несет реку в обществе, и вот голову я сделаю, ну, вот, переблетение людей, то есть, как мы все в этом процессе, и на самом деле, просто я хочу показать, что человек должен оставаться, конечно, в современном мире, который развивается, который движется, при этом не терять свои связи с природой, и не переходить, знаете, как гаджет-зависимый, вот, тогда все происходит природно, естественно и красиво. Оля, у вас очень интересная скульптура, у тебя очки. Да, это скульптура, да, 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 от вакцинашн, я сделала перформанс, родила себе от того, что все просто зациклены на вакцинации, и я подумала, что, ну, понятное дело, карантин, количество постоянно вот это пугающее больных, и все это очень сильно оказывает влияние, ну, то есть, на нас, на наш мир, и как-то краски, люди потеряли какие-то краски жизни, я подумала, надо их добавить, этих красок жизни через арт-вакцинацию, то есть, их это должно наполнять, и вот я взяла эти шприцы, наполнила яркими красками, и вышла, собственно, на улице Киева, прошлась, поразбрызгивала из шприцов краски, то есть, провакцинировала наших людей, и вот, знаете, реакция была потрясающая, люди были счастливы, я до сих пор получаю, в общем, запросы, провакцинируйте меня, пожалуйста, очень хочется, ждут мне терпения, причем из разных стран, кто-то из Мексики, кто-то из США, кто-то вот, так что мне это очень приятно, а еще была потрясающая история, один парень, музыкант, который пришел на арт-вакцинацию, он сказал, вы знаете, у меня уже несколько лет не было вдохновения сочинять музыку, и после вашей арт-вакцинации, не знаю, что произошло, но у меня такой творческий подъем, меня это действительно зарядило, и для меня, наверное, вот такие отзывы, это самое лучшее вознаграждение, то есть, свои работы, то, от чего я кайфую. Я просто хочу отражать актуальные темы общества в своих очках, и таким образом менять мир, и чтобы каждый чувствовал свою ответственность, и мог в этом процессе участвовать. Для меня важно, чтобы все люди вокруг меня, ну, это понимали, и чтобы они принимали участие. Ой, вы стучали хорошо, как работают. Ой, вы стучали хорошо, как работают. Субтитры подогнал «Симон»